Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Христос воскрес. Поэтому вернёмся назад немножко тут. Номер 172. События дня. Дворкина рассматривает как сектофоб, враг государства и русской православной церкви. 1 июня 2016 года. Маленькое объявление. Крещение в озере с полным троекратным погружением, согласно православных канонов, будет 10 июля 2016 года, а то у нас в Потеряевке здесь, на Алтае. Сколько людей уже тут извели желание покреститься, но все просим на месте ищите там. Ищите, если уж совсем-совсем никак не хотят священники исполнять то, что положено им правильно, таинство, тогда уже разговор будем вести. Без разрешения никому не приезжать, ни под каким видом. Мы должны знать людей, приезжать придётся пораньше, хотя бы с числа 7-го. Занятия будут идти, кто ещё не знает. Ну, а кто желает потрудиться в лагере, может и написать об этом пораньше. Принять. Вот. Сектовета Дворкина разоблачили. Вот тебе смотрите. Вот я коротко буду показывать Александра Дворкина. Разоблачили правоохранительные органы. Занялись очень серьёзно. И вот так в YouTube заводите вот эти, вот по-русски, что есть, вот скопируете, напечатаете заголовок. Ну, а вот как это в интернетной версии. Я внизу синим показываю это дело. Дальше. Центр Дворкина. Поймали на дезинформации. Это Иринея Леонского. У него такой тут отдел новосибирский есть. Ну, поставьте ему. Его детище. Я про него тоже немножко скажу. Дальше. Психиатрический диагноз. Здесь эктоведа Александра Дворкина. Вот он. По-русски вот эти слова зарядите в YouTube и выйдет этот ролик. Время просто нет показывать. Они небольшие. И дальше. Внимание. Кто такой Дворкин? И вот дальше говорится. Вот. Зарядите и выйдет это. Вчера только вышел какой-то из этих роликов. Кто послал мне, сами дайте знать. Ролик смотришь, а потом внимание или там что-то. Скоро. Еще проходит маленькое время и другой ролик начинается. Потом третий. И 16 роликов один за один. На один только откроешь. А остальные все за один за другим. Все о Дворкине. Выступают там международные организации. Все. То есть более лютого врага для православной церкви не было. За последние сто больше лет. Прямо показывает. Как сначала он был в Израиле, где его там наставили. Потом в Америке. Его заслали сюда. Кто это сделал? Почему больше 20 лет его не могли убрать? Вот вы духоносные отцы. Почему не определили это сразу? А ведь с ними вместе появлялся и Стеняев, и Смирнов. И все они там заступали за него. Я люблю, я уважаю Дворкина. Я с первого раза, только один раз, только увидел его, даже не слышал. Я сразу сказал, это чужой человек, неверующий. Он большую беду принесет для православной церкви-то. И вот нынче, в этом 2016 году, рождественские чтения были, международные. И он выступает против меня. Он против меня выступал уже несколько раз. Вот я, чтобы сказать, а то скажешь, за себя заступаешься. Я обязан заступать? Обязан. А почему? Вот тут такое слово одно, я сейчас открою его, я сразу не подготовился. Священно действие. Священно действие. А что оно не отобразилось нигде? Еще и нету. Священно действие. Вот одному как плохо. Когда надо найти, что-то нету. Вот апостол Павел об этом говорит. Смотрите. Есть священно действователь святилища. Дальше. Священно действующие питаются. Быть служителем Иисуса Христа. У язычников совершить священно действие благовествования Божия. Вот еще какое священно действие есть. И мы называемся все царями и священниками у Бога. Откровения 1.6.5.10. Вот это вот место говорит. Священно действие. Римлянам 15.16. Вот это посмотрите. Мне Бог доверил вот это священно действие, не будучи священником. И те, которые покушаются, ну что-то выбить меня из колеи, это псевдомиссионер, псевдолжец, там, ну какие славы только не находят. И он выступил один раз в Новокузнецке, его там Кальмаев Михаил остановил. И он как будто бы попятился. Здесь был тоже, он трепался, в Алтае был. Но ни под каким видом на встречу не идет. Не идет. То есть его приглашал, я послал приглашающих братьев, не пошел на это. А тут пошел. Когда он выступил, вот, ну, да там где-то в Москве-то у них было, я сказал вот такими словами. Вот смотрите. Это не мои слова. Ну, про Дворкину тут уже, я только 16 увидел. На самом деле много больше роликов. Очень серьезные организации за рубежа им занялись. И прокуратура. Дальше. Вот зарядите, такая легенда о 1900. Дуэль пианистов. Вот оно как. Ну, там заходит это на корабле. Один талантливый был пианист. Коротко сказать. Я бы сейчас показал его. Ну, боюсь. Говорят, нельзя показывать там. Секунду одну покажешь и прям умирают. Нельзя. Какие-то претензии. Ну, поэтому таким путем я иду. Дуэль пианистов. Вот так зарядите. В Ютубе. И он на этого-то, второй, который его унижал. Он как раз изобретатель джаза. Его все уважают. И он играл новое произведение. А этот в несколько раз быстрее воспроизвел до одного звука то же самое. Но ему сказал, ты сам нарвался, козел. Вот на меня, которые нападали, я могу им всем... Вы сами нарвались, козлы. Вот это... Дворкин нарвался. Он в январе выступил против меня. Зачем ему это? О котором выступали в прошлом году. Я их предупредил. Не трожьте меня. Я вам не подсуден. Я не ищу своего нигде. Я говорю о том, что полезно для души каждого человека. Там неправославный сектант. Вот это что... Тоталитарная секта. Это Дворкин все ввел. Это ему зарядили. Вот прослушайте эти ролики. Везде пишут. Его тут поддержат. Он масон, видимо. Это так называемая пятая колонна. Изнутри разрушить православие. И они ничего не понимают, которые в окно к нему толкутся. Эти пузатые, это попы. Утробы ленивые. Не супи. Говорят, звери ленивые. Они даже не видят, какой козел пришел и что он здесь делает. Поставили капусту стеречь. И вот здесь я хотел показать. Вот она, как выглядит этот. Ну, там есть. Вот я в нескольких местах сейчас продергивать буду, но включать не буду. Только картинки покажу. Вот этот играет. Который, ну, джастый. Вот этот победит его. А вот этот, который зашел. Какой он надменный. Вон он стоит. Но его не видно. Сейчас я где-нибудь наткнусь на него. Где он полный рост будет. Коротко. Вот он играет. Этот самый, который зашел. Всеми уважаемый. И как он получит полный разгром. А этот самый, который победит его. Вот так я не играю, ничего. Просто продвину вперед. И теперь вот он, когда играть будет здесь. Как он будет играть. Вот здесь показано. Он невероятно как играет. И, наконец, его поднимают на руки. Несут. А тот пошел пораженный. И проще. Ты сам нарвался козел. Вот я для этого показал. Этим сказать. Ирине Леонской тоже там выступил какой-то попик. Видно, молоденький-молоденький. Вы стояли против меня. Он ничего не считал. Ничего не знает. Но это система. Он патриархийный. И он обязан. А он в патриархии больше 20 лет дворкин. Да не, я люблю или уважаю дворкина. Вы все будете богом разгромлены. Разгромлены. Что он насеял? Всех поссорил. Показывает результаты труда его. Где бы он ни был, только одно зло сеет. У него евангельского слова вообще нет. Он не знает. Наркоман. Наркомана, говорит, не бывает в прошлом. Он так и остается наркоманом. Человек с двойным гражданством. Откуда приехал, где его тренировали, прислали сюда. А нужно ли об этом говорить? Ну, Карфагенский собор 90-е правило повелевает. Если ты за себя не заступился, значит все правильно. Даже священодействие тебя отстраняют. У меня тоже свое священодействие. И я обязан сказать, вот она, легенда. Вот дуэль. Просто посмотрите. И кто посмотрит, дайте ей какой-то отзыв. Вообще редкое такое. Я выключу, чтобы не сказали, что я его, что-то там, деньги забрал. Я не знаю, чего они против-то, если где-то что-то. Мои, которые ролики, любой берите, любой ставьте. Я же не искажаю ничего, а говорю как есть. И вот дальше. Игорь Текучев. Здравствуйте, Игнатий Лапкин. Игорь Текучев. И хочу вам сказать огромное спасибо за ваши труды. Храни вас Господь. Ну, я привожу все, где меня ругают, там, сколько раз пока. Ну, матерки только не показываю. Вот первый раз я его Игоря не знаю. Ну, на него я знаю. Эти, которые за мной гоняются, мракобесы-то. Они его ткнут. Вполне даже вероятно, что с Игнатием не знаю себя. Я никого не зову к себе. Андрей Карташов. Игнать Тихонович, приветствую вас. Спасибо вам за канал в Ютубе. Смотрю каждый день. Ролики очень познавательные. Одеваю радионаушник и слушаю. Храним вас Бог. Наверное, храни. Боку мою лишнюю. Будет возможность, прошу помолиться за меня. Андрей, мы молимся за вас, за всех. Юрий Соболев. Мир вам, Игнатий Тихонович. Нет, нет, а изумление настигает меня. Какой богатейший все же духовный стол у вас, Игнатий Тихонович. Пища преизобильная. Толкование, каноны, разъяснения, комментарии, житейские случаи. Не просрочено, ибо не имеет срока давности. Не просто полезное, а в жизнь вечную ведущая. А между тем привыкаешь к вашему каналу. И эффект первовкусия несколько притупляется. Ну, значит, дальше. Пройдешься по иным столам. Благо роликов и каналов разных батюшек, проповедников, православных, в Ютубе с избытком. Попробуешь? Пригубишь? Нет, не то. Не то. Возвращайся на канал во свете Библии, как домой, ищу же странствия, раздолье, хлебосолье. Знание Библии настоящее. Толкование настоящее. Назидание настоящее. Люди настоящее. Христианская жизнь настоящая. А православие истинное. Молитвенно и крепко обнимаю. Да хранит вас Господь. Я отвечаю. Есть сетование, что надо бы побольше сказать бесед с людьми. Отвечаю. Таким так и будь. Таким людям. Ну, людям. Человекам. Заходи. Вчера уж к позднему вечеру стучатся некоторые, а иные в дверь. То есть прямо приехали побеседовать. Сделал записи. Так что к вашим услугам странники и пришельцы стучатся и к вам. Приходите на скайп беседы. Хорошие вопросы задавайте. Божественные, житейские. Ну и побеседуем. Я на это отвечаю. Слушайте небеса и внимай земля. Потому что Господь говорит. Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня. Я вижу это против православных в основном. Дал так много, как Россию. Такие просторы. Профухали все. Будет одна на другим земля. И Вырецкий, и Серапим. И все об этом говорят. Придут китайцы. Там японцы будут. Прямо по частям Россию рассказывают. И при том канонизированные святые это. Ну зарядите. Я об этом все время говорю. Отдайте Шикотан и Кёнигсберг отдайте. Пока не поздно, поспешим. Не удержать. Хрипят и лезут тати. Крестясь отдать самим. Деяние. 4.20. А Исайя 1.2. Мы не можем не говорить того, что видели и слышали. Соболев отвечает. Отворяю. Буду ожидать выхода новых роликов скайп-бесед. Мне трудно выразить благодарность Вам, Игнатий Тихонович, за все те щедроты Ваших тысячи наставлений и вразумлений, которыми Вы исправили и исправляете мою духовную жизнь. Только воздать хвалу и славу Господу Иисусу Христу за Его милость неисчерпаемую. А если в чем, если я испотыкаюсь духовно, то лишь от собственной лени и духовной слепоты. Ваших же отеческих наставлений достаточно мне, да и каждому. По самой высшей мерке. Священному Писанию. И они, наставления, знания, такие, что их можно потрогать и ощутить. Это мне Юрасов здесь был, Амвросий, вот эти слова сказал. Что все, что Вы говорите, это надо печатать. А нам с холастикой какую-то сухую преподают в академиях. Ибо изменяется жизнь Твоя и вокруг. Это мне говорило начальство, тюремное, где попадали в мои книги, люди другими становились. Только чтение книг. Преображается дух, и плоды его реальны. Отворяю. Так, это я, видимо, так. Вторично попало. Плоды реальны. Анатолий Меньшиков. Игнать Тихонович, Христос воскрес. Воистину воскрес. Только что занятие по скайпу прошло. Я хотел задать вопрос. Когда Сергей упомянул о разговоре между Вами и человеком, почему приняли еврейскую веру? Он спрашивает меня. Мы ездили, искали благотворителей на лагере. А вы на него уже начали отвечать. Вот только человек думает. И тут же ответ. Это было в университетах, в милиции. Подходят и все удивляются. Как один встретился мне уже, полковник. И говорит, вот я с вами встречаюсь. Иду, говорит, ну, какие-то у меня промахи были. Еще не сроки мои, говорит. Ну, думаю, беда большая. А мне, говорит, прежде времени присваивают новое звание. Уже третий раз иду. Иду и вас встретил. Лакимов, полковник. Я говорю, как бы тебя генералом-то не сделали. Не знаю, военкомат. Алтайский, краевой. Мне не так давно как раз выдался случай разговаривать с человеком подобных убеждений. Я хотел бы подробнее узнать, как именно вы вели диалог. Если возможно, расскажите, пожалуйста, в вопросах и событиях дня. Более пространно. Как вести беседу в подобных случаях? Вы знаете, это надо просто увидеть. Сейчас я открою маленько, отвлекусь чуть-чуть. У нас есть еще форум. Вот он называется как православный форум Игнатия Лапкина. И вы когда зайдете, там есть оглавление в самом начале, когда будете регистрироваться. Как с кем беседовать? Это я занятия вел в университетах и по радио программа такая у меня. То есть я разбиваю общество людей, любое, на 24 категории. Один говорит, я в Бога не верю, Бога нет, атеист. Как с ним беседовать? Дальше. Ну, Бог-то есть, да кто знает, что там? То есть Библия не слово Божие. Как с ним беседовать с такими людьми? Ну, я пробовал, у меня не получилось. Или я малодушный, или в семье не ладно. Вот на 24 категории. Это очень тщательная разбивка. Ну, психиатрическая, или как психологическая, как угодно назвать. Вы просто заходите, и там все найдете. Я даже мог бы сейчас вам это даже показать. Ну, вот, посмотрите, какой у нас форум. Перейти на главную страницу. Сейчас я зайду, чтобы показать, как она тут делается. Я даже не знаю, сам-то никогда не захожу. Главная. А где тут главная-то я не найду, я даже. Ну, тут, когда, вот она, главная, слева. Вот она, главная страница. Вот она открылась. Видите, как она. Это музыка какая-то. И там вот, где главная, это пасхальные поставили, кто открывает. Там все расписано это. Найдете. Это вот тут вам ответ. А, так я закрыл даже его. Вот это да. Ну, ладно. Теперь я возвращусь. Ну, да. Я тут упустил ее. Я не знаю, что закроется совсем. Вот. Я отвечаю так. Скажите, а вы в Бога-то верите? Ну, как в Бог-то есть? Я знаю. Видно, православные иконы стоят. Ну, а раз Бог есть, он самовластный? Или он как-то, кто-то на него влияет? Да нет. Горшечник делает любой сосуд. И разбивает его. Ну, если не так, он его минет глиной заново. Ну, вот я говорю, скажите, вы себя можете другим сделать? Волос на локоть выше? Нет. Не можете, Господь говорит. Не можете. И мы соглашаемся с тем, что планеты вот так текут, что день, ночь, зима, осень. Согласны? Согласны. А почему вы не согласны с тем, что Бог сотворил с человеком вот так, у него два глаза, уши? Нет, я согласен. Вот я ему просто говорю, вижу, что он согласен. Ну, согласен, что ты белый, а другой рождается черным. И он не может быть белым. Эфиопия не может сменить кожу и барс в пятна. Ну, да. Я говорю, в мире насчитывается 2896 наций и наречий. Наречий разных-то. И вот Бог дал языки на башню Вавилонская, смешал ей языки. И в дальнейшем будет... Христос воскрес! Слава Иисусу Христу проверяет он. Старшая сестра, как у меня дело. Вот. Я говорю, и вот из всех наций Господь нам дал такой язык. Вы не против? Да нет, конечно. Я еще против-то русский язык-то. Так вот, Бог избрал из всех наций одного Авраама и благословил его. Вы против? А почему? Так оттуда евреи идут. Вот это евреи есть. А теперь Бог благословил им, открывает веру. А другие дерево верят в ветру. Это 13-14 глава. Читай. Премудрости Соломона. Или первая глава послания к римлянам. Бог через невидимое... Невидимый Бог через видимое творение. Видимый Бог. Видимый. Так что люди безответные, которые не верят. И он согласился. Я говорю, ты хочешь быть благословенным? Это я отмечаю Анатолию. Ну, конечно. Отличаешь благословение от проклятия. Когда Израиль входил в обетованную землю, горя Горизим, гора Горизим и Гевал. Все поворачивались в горе Зиму и произносилось. Чти отца и мать и будешь долголетен на земле. И все хором отвечали, как передавали. Слышали друг другу, что отца и мать надо любить. О, понятно. И все аминь. Аминь. К другой горе поворачиваются. Проклят злословящий отца и мать смертью умрет. Вот, что он сказал там, Моисей-то. Но он сказал, что плохо тому, кто будет, проклятие ему, кто отца обижает или мать. Аминь. И кто не скажет аминь, сам будет убит. Вот так принимался закон. Никаких думцев, депутатов, паразитов этих никто не кормил. Этих оборотней, лоббируют чужие интересы. Этого не было. Они ничем не занимаются. Для того, чтобы показать будто мнение народа такое, где начинает президент войну вести. Это в Америке везде демократия. Из всех способов, наихудший может способ управления, но он оправдывает себя. Это попутно сказать. Адам в усты передавали. Я говорю, ну вот смотри, первое благословение, которое начинается, которое непосредственно касается каждого. Я благословлю благословляющих тебя. И злословящих тебя прокляну. И благословятся в тебе все племена земные. Все племена в евреях благословятся. Почему? Потому что Сим в шатрах Сима Иофет поселится. Вот как. От Иофета мы происходим Сим. Антисемиты это кто против евреев идет. Вот здесь. Благословляй евреев всегда. Никогда не поноси. Никогда глупости не говори про них. Это богоизбранный народ. А, они сатана избранные. Они обобрали. Я ничего не отвергаю. Я говорю, что Писание говорит. Хочешь быть благословенным, чтобы у тебя было везде хорошо и на работе, и дома, и вот здесь ищи благословение. Ежедневно. Мир на Израиле. А потом уже на Россию. Вначале на Израиле надо просить мир. Почему? Это в Псатере написано. Мир на Израиле. А мир на России нигде не обещан. Как святые говорили, что вера православная может иссякнуть совсем. Но нигде не сказано, что она сохранится в России. Тут может вообще ничего не быть. Дальше. Да послужат тебе народы. Так это положено. И да поклонятся тебе племена, то есть перед евреями. Будь господином над братьями твоими, да поклонятся тебе сыны и матери твои, проклинающие тебя проклятые, благословляющие тебя благословенные. Это уже Иаков говорит. Это уже намного дальше. Благословение и проклятие. Кто еврея ругает, проклинает, сам будет проклят, сгниет. Не касайся этой нации. А проси Бога, чтобы они стали христианами, настоящими. Чтобы Иисуса Христа приняли как Бога истинного, святой Троицы. Вот. Преклонился, лежит как лев. И как и львица. Кто поднимет его? То есть речь идет о Христе. Это Иаково благословение было, 49 глава бытия. Благословляющие тебя благословенные, проклинающие тебя проклят. Вот это первое благословение за столби. Все остальные благословения будут потом. И последнее благословение в Библии, канонической, проклят лживый, у которого в стадии есть неиспорченный самец. И он дал обет, обещание, что если я останусь живой, Богу принесу в жертву. А приносит в жертву Господу поврежденно, ибо я царь великий, имя мое страшного у народов. Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажете, чем обкрадываем мы тебя? То есть люди в это даже как бы не верят или как сказать. Им трудно понять это. Десятиной приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы весь народ обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, то есть священство отдать, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытаете меня, говорит Господь Савов, не открою ли я для вас отверстий небесных, и не изолью ли на вас благословение до избытка. Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные. Виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Савов. И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землей вожделенную, говорит Господь Савов. Это благословение от Бога. Десятина. Вот вы и духоносно себя называете. Вы почему не платите десятину? Священник с этой десятины, который дает, должен тоже отдавать десятину. В храме нищих найти. Это Библия говорит. Я уж не буду говорить слишком много о десятине сказано. Десятину. Десятина это замыкающее. А все остальные, чти отца и мать, это все посередине находится. Среди неканонических книг я так нашел. Народ повторял поклонение, чтобы принять благословение от Всевышнего. Вот где благословение. Нужно то, что Бог благословляет, нам благословлять. И на каждое слово Божие говорит аминь. Вот где это благословение. Александр Цой. Статья настоятеля храма в Португалии. Где вас тепло встречали, он нашел. Он сейчас представитель патриарха, при антиохийском патриархе, живет в Бейруте. Ну и вот как это в интернете выглядит. Как мы были, я сказал, с миссионерской поездкой в Португалию, в Лиссабоне. И как нас встретили. Встретили по первому чину. Еще шла литургия, а у них престольный праздник был. Попали же мы в это время. Там я рассказывал, как все было удивительным. И только мы заходим, из Пономарки выход. И уже из Пономарки к нам выходят с проспорой и с запивкой. И тут же раздают слово сказать. И тут же взяли тарелку, собирайте помощь благовестникам. Почему встречают так? Потому что там проехал отец Геннадий Фаст. И этот Арсений, вот этот, всю биографию не расскажешь, как было. Какую роль в его жизни сыграли мои пленки. У меня были и такой случай был даже. А один, я говорит, ушел уже в баптистом, совсем было, говорит. Но прослушал вашу одну пленку, вернулся назад, а потом стал, кажется, доктором богословия в патриархии же. Я получаю такие известия. Ну, просто не все это знают. И хочу сказать, что у нас есть во свете Библии, это очень большой сайт, библейский православный сайт. И вот есть здесь книги открытые, вопросы-ответы, для слова Божия нет уз. Вот оно где. Для слова Божия нет уз. Какие здесь темы, даже что здесь есть. Смотрите, обращения, уставы. Ну, абсолютно все, все здесь. И какая страница? Только найти, тронуть ее и сразу откроют. На земле Алтай, на Алтайской земле 420-я страница. Почитайте. Отец Кирилл Сахаров был. А вот, лагерь Лапкина закрыт. Что об этом говорят? Коммунистический облом. Ну, это уже нападает на них. Тут другие за меня заступаются. Каникулы тут, мероприятия какие есть. Вот. Против воевали, которые против. Вот все статьи. Я одну статью попутно ищу. Один пришел, пишет стихи и написал стихотворение. Где-то не вижу я. Мракоязычество, начало покаяния. Проповедник Игла, 605-я страница. Вот посмотрите, какое стихотворение написал. Проповедник яростный и жгучий. Правду поднимающий на щит. Ереси любой развеет тучи. И каким бы ни был лгун могучим из патриархии обличит. Вот ко мне на занятия в университет ходили люди. Разное-то. И вот что они говорят. Вот патриархийные священники сидят. И епископ был. Вот я все время вижу, вы священников обвиняете. Говори. Ну, ладно. Вот. Вот сестра уже добирается. Чтоб я не готовил, сам она принесет. Потому что жена в деревне. И вот забота такая. Вы все время обличаете священников. Вот сколько я хожу. Я говорю, а кто сейчас выступал? Учителя. И говорят, сколько мы не ходим, вы все время против нас идете. А сами ходят. А я говорю, а в прошлом занятии кто был? Представитель ФСБ и говорит, я сколько хожу, вы все время против КГБ говорите. Против. Представитель администрации встал и говорит, вы все время против нас говорите. То есть похвалы никто не дождался от меня. А почему? Пророческое служение. Пророческое. Три человека заходят, дорогой разговаривали, первый раз встретились. Сели. И я прекращаю вести занятия, отвечаю каждому на его вопросы. Он говорит, у меня было пять вопросов, и все ответили в том же порядке, как я их имел. Как вы могли узнать это? Понятия не имею. Это Бог делает. И все это как друзья. И ни одного мы не пригласили к себе. А только кто просится, да проверяем его. У нас нельзя в общем на никого приглашать. Почему? Чтобы они увидели карикатуру на христиан. Мы опасаемся этого. Дальше. Зал, где его пламенные речи можно слышать. Не бывает пуст. Кто бывал и будет с ним на встрече, непременно скажет златоуст. Лишь Господь один ему указник, всем любовь внушающий страх. В Боге жизнь ему великий праздник, остальное тление и прах. Проповедь его неотразима, истинною дышит и живет. Нет ни слов летящих целей мимо, все вразящий пущенный полет. Сам же испытавший ад гулага, он на мир отнюдь не обозлен. И, как видим, даже счел за благо претерпеть свои мытарства он. Вот, понимаете, даже останавливаюсь, хотел сказать. Вот здесь же вы найдете психиатрические, какие у меня были надо мной опыты. Как меня ждали. Как дали, в конце концов, держали-держали. Годный, надо судить. У Дворкина ничего этого нету. Попутно показываю. Так меня селом взяли, арестовали. Никипелов об этом пишет. Институт дураков. Институт сербского. Всех выпускают, заключенных. Куда там? Ну, на суд идти там. Или где-то в психиатрических лечебницах. А меня держат и держат на психиатрическом там анализе. Почему? Ждут светила с Москвы. Мазур Моисей Ааронович приехал. Но ничего не понятно, кто такой. Откуда. И все это беседа, вся у меня здесь, вот в этой книге, для слова Божия нет уз. Открыто. Сам же испытавший ад гулага, он на мир отнюдь не обозлен. И, как видим, даже счел за благо претерпеть свои мытарства он. Пламенем пылает, а не тлеет в этом человеке ум и честь. Что-то он от Никона имеет и от Аввакума много есть. В обличении нравов он неистов и державных, не боясь щенуш, раскрывает бредни атеистов, мерзкие деяния коммунистов и марксистско-ленинскую чушь. В обстановке светлого покоя проповедь проходит всякий раз, и текут из уст его рекою притча, стих, молитва и рассказ. Мне трудно дать его портрет, подобен он волшебной лампе, что гонит тьму, являет свет, Игнатий Тихонович Лапкин. Вот какое стихотворение мне посвятил Рога Владимир Владимирович, 63 года, телефон его такой, это город Барнаул, декабрь, там-то, там-то, там-то. И вот здесь, вы только откройте и увидите, вот проповедь моя в СИЗО, ну это какие, журнал милиции, номер такой-то, ну и здесь разные-разные газеты пишут. А не то, что там, которые нападают, которые ни разу не встречались и знать не знают. Не знают и говорят. Во свете Библии, вот это, и у нас Ютуб, вот большой, видите, православный видеоканал. Здесь легко искать, поиск устроен как. И жития святых на каждый день, вот тут же, жития святых. Ну, главное слово, главное, толкни, и уже попадаешь вот сюда. Вот что я мог, ну и показал. Ну, еще раз говорю, вот это обязательно посмотрите. Я ни одного звука здесь не взял, чтобы меня не обвинили, что, ну как-то не разрешают чужих роликов брать, потому что они там монетизируют или что-то, как-то, все. Попросите благословения на меня, чтобы Господь открыл мне нынче людей, которые могли бы помочь. Помочь для лагеря. Потому что главный спонсор разрушили там у них, все-то убрали их. Да услышит Господь молитву. Богу слава за все.